Всем привет! Это подкаст «Сонный пролич», подкаст, который помогает вам спать. У микрофона Данил Жильцов и Максим Харитонов. Мне приходится тихо говорить, потому что Максим Харитонов спит. Тема нашего сегодняшнего выпуска – храп и немного режим дня. Храп – это звуковое явление, возникающее во время сна человека и являющееся свидетельством долгой остановки дыхания. Поэтому, если вы храпите, то какое-то время сможете спать под водой. Храп по-научному называется апноэ. Довольно тяжело произносить. Это как если бы храп назывался «С днем рождения, бабушка». Есть эффективное средство борьбы с храпом. Перед сном надо положить в рот кусок хлеба и лука. Больше всего храпу подвержены не очень хорошие люди. Поэтому, чтобы избавиться от храпа, нужно совершить хотя бы одно хорошее дело в жизни. Но это скорее относится к домашней медицине. Мой соведущий Максим Харитонов спит, потому что не соблюдал режим дня. Отличным примером того, чего можно добиться, просто соблюдая режим дня, является наш следующий гость. Предприниматель, инженер, миллиардер, шоумен, основатель, генеральный директор и главный инженер, инвестор, генеральный директор, архитектор, соучредитель и владелец сети фитнес-центров Вадим Кристинин. Я сказал, я сказал, ломай. Мне все равно, что постро... Я сказал, красный кирпич я тебе просил. Какой я просил кирпич? Красный кирпич? Ты какой построил? Это не тот. Потому что мне не нужен дом из кирпичного кирпича. Я сказал красный. Я просил красный кирпич. Так, Вить, успокойся. Не знаешь, что такое красный? Я разобью тебе морду и узнаешь, что такое красный. Бесовыч, давай. Извините, у меня по второй линии были важные архитекторские дела. Можете потише говорить? Тут человек спит. Я выделил три минуты на это интервью. Хорошо, постараемся побыстрее. Я понимаю, конечно, что этот вопрос часто задают успешным людям. Но каково это ощущать, что твое имя настолько ассоциируется с успехом, что стало именем нарицательным? Да, бывает. Часто прохожу мимо своих фитнес-центров и слышу, как люди друг-друг говорят, что кто-то поднял тысячу килограммов и говорит, вот это ты настоящий Вадим Кристинин. Вадим Кристинин, своего дела, как угодно. Я это слышал в разных совершенно интерпретациях. Мне немножко обидно, потому что я настоящий Вадим Кристинин. Но это, конечно, приятно, чего греха таить. Но, с другой стороны, очень сильно расслабляет. Да, я еще в детстве слышал ваше имя и не понимал, о ком речь, пока не увидел все эти книги, все эти бизнесы. У вас же недавно вышла новая книга. Как найти денег, если у тебя уже есть какое-то количество, но нужно еще. Можете заказать ее в любых магазинах. Заказывайте на сайте вадимкристинин.ком. Крутая обложка, красные и желтые буквы и реалистичное фото с вами. Странно, что вы нашли, потому что я сам даже не могу найти. Раскупают, как говорится, пирожки. Что за человек стоит рядом с вами на обложке? Со мной на фотографии, я бы не сказал, что это человек. Это легенда. Он меня очень сильно вдохновил и своим бизнесом, и бегом, пинг-понгом. Теперь я его вдохновляю, как бы отдаю свой долг. Это Форст Гамп. Да, удивительно. Как добрался к нам? Сегодня просто дождь сильный. На тебя погода как-то влияет или ты влияешь на погоду? Как тебе наш подкаст? На все вопросы ответ положительный. Помнишь эту историю, как мы познакомились? Не помню. Мы были на благотворительном вечере, и ты разговаривал с Форестом Гампом. И я выступал на этом вечере с докладом о проблеме бессонницы. И тогда всех гостей очень зацепила эта тема. И ты даже подошел и поблагодарил меня за выступление. И сказал, что эта проблема очень актуальна для всех. И ты помнишь, пригласил меня на ужин с твоей семьей в загородный дом? Хорошо тогда посидели, да? Нет, не помню. Ага. Ну ладно. Ну ладно. Очевидно, что у таких людей, как ты, день расписан по минутам и секундам. Жесткий график, каждая секунда на вес золота. Расскажи нам, пожалуйста, как в такой ситуации режим дня влияет на твою продуктивность. Да никак он не влияет, господи. Тут дело не в режиме дня, дело не в обстоятельствах, дело в человеке, который что-то делает. Ты либо делаешь, либо не делаешь, я так говорю. Ты либо лежишь, либо бежишь. Я тот человек, который бежит. Я тот человек, который запыхался, но продолжает бежать. Режим дня это не для неудачников, вот что я считаю. Я вообще не замечаю, когда я сплю, когда я бодрствую, я всегда в движении, всегда в работе. Если ты соблюдаешь режим дня и пьешь мочу целый день, но ничего больше и жоги ты не получишь. Я вообще сомневаюсь, что те, кто соблюдают режим дня, хоть чего-то добьются в своей жизни. Спасибо за советы, Вадим. У нас в гостях был предприниматель, инженер, миллиардер, шоумен, основатель, генеральный директор, главный инженер, инвестор, генеральный директор, архитектор, учредитель и владелец сети. Ладно, ребят, спасибо, что пришли, но мне пора уже, давайте. Спасибо. До свидания, Вадим, пока. Моё спасибо можно положить в карман, если вы понимаете, о чём я. До свидания, Вадим, до свидания. Приятные новости, Максим Харитонов проснулся. Да, извиняюсь, я просто всю ночь, я участвовал в ночных гонках, поэтому так получилось. Это называется стритрейсинг. Для того, чтобы лучше изучить сферу сна, мы подготовили для вас подборку фильмов про сны, в которых так или иначе фигурирует сон, упоминается сон. Вы можете посмотреть их, чтобы лучше изучить тему сна. Если вам интересна тема сна, посмотрите. Первый фильм «Начало». Главный герой фильма работает таксистом и ворует мысли людей, которых он подвозит. Но в какой-то момент он подвозит на такси мага и случайно ворует его заклинание. Оказывается, что это темный маг, и таксист сам становится злым магом, и в конце они встречаются снова с этим злым магом в финальной битве. Он проигрывает ее и перерождается в пассажира, который вечно вынужден ездить с собой из прошлого, который ворует его же мысли из будущего. Еще один фильм «Кошмар на улице Вязов» – классический триллер про маньяка, который приходит к детям во сне, убивает их, от чего они умирают в жизни, после чего его ловят и сажают в тюрьму, и тут начинается самое интересное. В тюрьме у него просыпается суперспособность телепортация, и вместе со своими сокамерниками и всеми заключенными из тюрьмы он сбегает, и тут начинается самое интересное. Он телепортирует всех заключенных на волю и сколачивает банду. Да, я был в этой банде. И они все вместе телепортируются к президенту и заставляют его подписать закон, по которому всех заключенных выпускают из тюрьм, а всех людей на свободе сажают в тюрьму. И тут начинается самое интересное. Они захватывают государство и строят вокруг него стену и тюрьмы, и живут в этих тюрьмах, потому что не привыкли жить на свободе. И тут начинается самое интересное. Но они забыли, что они посадили всех людей в тюрьмы, и там нет места, и они пытаются сами сесть в тюрьму, и там не хватает места, они начинают выгонять людей из тюрьмы назад на свободу и меняются местами опять. И тут начинается самое интересное. Или как в режиссерской версии, когда заключенные приходят в тюрьмы и хотят сесть туда, там нет места, они собираются выгонять всех людей оттуда, люди уже привыкли сидеть в тюрьме, и они не хотят уходить. И тут начинается конфликт. Вот. Это режиссерская версия. Есть еще один интересный фильм «Достать ножи». Это фильм про то, как герой Криса Эванса убивает известного писателя, подменив лекарство на морфин. Там еще фигурирует его сиделка, этого писателя, но она ни в чем не виновата, знаете. Посмотрите, все очень интересные фильмы. Пришло время нашей регулярной рубрики. Мы следим за музыкальной индустрией и каждую неделю включаем вам самый популярный трек в мире. На этой неделе самый популярный трек в мире группа AA659. В последнее время вы присылаете нам музыку на дисках свою. И, честно скажу, это все очень плохо. Плюс нам не на чем слушать это. Я забираю это в машину и клею на стекло. У нас звучит только музыка высокого уровня, высокого качества. Да, не присылайте нам ничего. Так, давайте. Самый популярный жанр сейчас — это панк-рок. Если вы делаете что-то другое, я даже видеть не хочу названия ваших треков отвратительных, ваши попытки чего-то добиться в этом. Вы ничего, ну, ваши попытки ничего не стоят. До вас уже все придумали. Вы пытаетесь переделать что-то существующее. Вы тратите на это годы своей жизни, и потом оказывается, что вы никому не нужны. Вы живете в съемной комнате, и у вас плохие отношения со всеми людьми вокруг. И вы строите из себя какую-то звезду еще. Ходите и такие, о, у меня записано два альбома. Они выложены на стриминговые сервисы. Сколько там прослушиваний? Скажите мне, сколько у вас прослушиваний? Нет, не скажете, потому что, ну, понятно, почему вы не скажете. Потому что у вас, мне не нравится это, мне не нравится, когда я вижу вас на улице, когда я вижу вас. Я сразу вижу, кстати, как вы выглядите. По вам просто видно, ребят. Ну, извините, но по вам даже видно, что вот вы музыкант, да, вы идете с гитары, вы купили гитару, ребят. И вы идете с гитарой, и вы бард, вы вот пафос вот этот. Я иду по улице, там машины еще проезжают меня, там водой, весной. Вот особенно, вода летит мне на штаны, на мои новые. Ну, я не знаю, ну, каждый раз я просто... Подписывайтесь на нас везде, поддерживайте, рассказывайте друзьям. Всем пока.